На очередном заседании Комитета Владимирского горсовета по жизнеобеспечению одной из самых обсуждаемых тем стало наружное освещение подходов и подъездов к детским садам, школам, поликлиникам. С докладом выступил замглавы администрации города Сергей Литвинкин. Согласно мониторингу, проведённому управлением ЖКХ и муниципальным предприятием Владимирские тепловые и электрические сети, в целом улицы освещаются исправно. Однако в некоторых районах дети идут и возвращаются из школы во тьме. Например, у 44-й школы не работают сразу 8 фонарей. В школе на территории они в светлоте выходят, там демиотарты. Я вот сам лично подавал несколько адресов. Ситуацию контролирует подрядчик ФТЭСа. Им поступают сообщения о неисправности. Однако депутатов возмутило, что у предприятия нет регламента, в котором были бы прописаны максимальные сроки ремонта фонаря. Во ФТЭС обещали эти сроки придумать. Сейчас предприятие занимается заменой светильников во всём городе с натриевых лап на энергосберегающие. По данным, на 17 ноября из 13 647 светильников заменены 12 452. На это из бюджета были выделены 18 миллионов 200 тысяч рублей. Энергосервисный контракт, ну что предусматривает? То, что мы будем расплачиваться с этой организацией, которая участвует в энергосервисном контракте, за счёт экономии электроэнергии, которая будет определена этими светильниками. Литвинкин добавил, что из областной казны на замену светильников выделены дополнительные средства, которых хватит на выполнение плана в 2017 году другим подрядчикам. Но контракт не предусматривает строительство новых опор для освещения и установки на них фонарей. Поэтому Сергей Литвинкин предложил депутата выделить на это средство в следующем году. Сколько нужно, правда, не уточнил. Народные избранники также спросили, будут ли использовать списанные фонари вторично. Ответ – да, но прослужат они от силы 2-3 месяца. В итоге депутаты попросили представителей ФТС разработать план, по которому будет вестись ремонт и замена уличного освещения. В скором времени таковой предоставят для обсуждения, после чего решится вопрос о выделении средств. Екатерина Зинурова, Арсений Хуторской, Губерния, 33.